приветствую друзья на связи андрей жариков данном видео мы обсудим хорошую новость о том что спустя пять месяцев ожидания владельцы счетов исты наконец-то смогли попасть свои кабинеты и увидеть балансы своих счетов если у кого-то пока не получается попасть кабинеты рекомендую прослушать это видео до конца потому что там вы услышите запись нашего голосового созвона где как раз партнеры делятся опытом делятся информацией и некоторые как раз рассказали что сначала не могли попасть а потом смогли и вот вы сможете прослушать и понять что же они сделали чтобы попасть свои кабинеты некоторое время назад в нашем чате новости life is good я проводил опрос и задавал такой вопрос увидят ли владельцы счетов виста балансы своих счетов к 15 августа хотя 15 августа официально эта дата нигде не заявлялась но в новости опубликованной о 27 июля там говорилось что в течение двух недель будут а будет восстановлен доступ для владельцев счетов виста к своим кабинетом ну и я взял плюс-минус а середину августа то есть 15 число и как видим согласно именно результатом опроса 23 процента людей выразили такую однозначную уверенность однозначно да будет увидят владельцы счетов виста балансы 26 процентов то есть больше проголосовали однозначно нет 17 процентов скорее да чем нет и 19 процентов скорее нет чем да 15 процентов проголосовали затрудняюсь ответить то есть можно отметить что в целом народ настроен достаточно скептически больше людей проголосовал однозначно нет и скорее нет чем да но тем не менее несколько дней назад как вы знаете появился сайт по адресу гермес recovery . info зайти в него было нельзя несколько дней и вот сегодня прозвучала радостная новость что многие если не сказать большинство ввели на этом сайте данные которые они раньше вводили на сайте гермеса и попали в свои кабинеты один из партнеров которому удалось попасть в свой кабинет гермес сделал скриншот своего кабинета на котором мы видим информация по балансу счета здесь есть номер счета есть графа баланс есть графа займ есть графа залог и наконец доступно пока как видим кабинет выглядит достаточно просто если не сказать примитивно по сравнению с тем функционалом который был раньше но повторю это уже неплохое достижение если вспомнить что люди вообще-то доступа к своим счетам и своим балансом не имели больше пяти месяцев начиная с марта когда все сайты life is good гермес и бествей прекратили работать и по словам айтишника евгения набойченко все сервера были переданы в главное следственное управление тот факт что у людей появилась возможность попасть свои кабинеты гермеса говорит о том что роману василенко и его команде удалось каким-то образом раздобыть ту самую базу данных и естественно айтишнику евгению задали вопрос как такое возможно вот как айтишник евгений это прокомментировал факт есть факт я базу не продавал только лишь по одной причине у меня ее нет есть только выписки то что я высылал ранее в чат ваш поэтому не нужно вводить людей в заблуждение прекратите в ином случае гсу уже в курсе что меня собираются подставить и возможно из вашего чата данная база весит около двух с половиной терабайт чтобы ее привязать к системе какой-либо нужно знать понимание всей структуры и архитектуры проекта о чем никто не знает кроме трех человек и человек не знающий будет разбираться месяца два-три и не факт что прикрутит без ошибок евгений использует тот же термин который над которым часто ехидничали по поводу прикручивания баз данных но вот получается евгений как профессиональный айтишник тоже пользуется таким термином прикрутит без ошибок это не сайт одногодка и интернет магазин со своей сложностью покажется лужей по сравнению с океаном то есть базой компании василенко евгению задали уточняющий вопрос евгений же видит сайт на котором все отображается если есть выписки то что мешает василенко из этих выписок сделать реестр с данными баланса и персональными данными чисто технически это же можно реализовать евгений отвечает выписки никак не привязать нужна полная база который весит два с половиной терабайта и прикрутить ее без специалиста невозможно крупными буквами написал айтишник евгений все что есть это четыре позиции еще раз повторюсь в этих выписках всего лишь пять процентов информации персональные данные и движения и это в лайтовом режиме зафиксировано лайтовом то есть в облегченном режиме в excel эту информацию если внедрять то она никак не поможет то ну тут нужна вся база со всеми параметрами опциями и прочее для каждого клиента и эта база весит два с половиной терабайта и находится у правоохранительных органов у меня ее никогда не было по той лишь причине что ее нужно двое суток только качать а мне на ноуте когда меня взяли оперы и подавно она не нужна была тут или вопрос к айти гсу то есть главному следственному управлению или копыльцову у них нет никакой информации ни о базе не о выписках ничего это сто процентов ну получается по словам евгения полной базы которая весит два с половиной терабайта у него и не было у него были только выписки то есть отдельные данные по некоторым счетам которые ну видимо были ему особенно интересно соответственно каким образом роману василенко удалось заполучить ну как бы я думаю что для клиентов компании гермес принципе это не принципиально главное что они увидели сейчас балансы своих счетов если вернуться к новостям от 27 июля то в пункте номер два говорилось примерно в течение двух недель предполагается что увидим наш зеленый кабинет я будет отражен баланс история транзакций и так далее в принципе частично этот пункт выполнен потому что действительно люди смогли зайти в свои кабинеты увидеть баланс историю транзакции я так понимаю они еще не видят ну скорее всего это будет реализовано позже а также напомню что есть еще пункт номер три вывод средств зеленого счета будет реализован с момента открытия кабинета в течение одного двух месяцев то есть если начали выполнять пункт 2 то есть основание считать что пункт 3 также постепенно будет реализован сегодня в нашем телеграм чате мы сделали голосовой созвон я попросил поделиться кому удалось попасть в кабинеты гермеса кому не удалось и обменялись опытом что надо сделать чтобы все таки в свои кабинеты попасть поэтому у кого не получается попасть то слушайте внимательно так повторите пожалуйста еще раз значит у кого получилось попасть свои кабинеты в гермес и увидели баланс и у кого-то может быть не получилось пожалуйста еще раз у меня не получается войти в кабинет хотя я ввожу все правильные данные у меня они записаны и сверены все абсолютно верно то есть и номер счета и пароль все правильно вводите да все абсолютно правильное у меня записано все сохранилось все ввожу правильно хорошо коллеги у кого получилось попасть и увидели все балансы я тоже свои балансы на счетах на одном я делал плечо вот там все также до осталось без прибыли и на втором также хорошо нормально спасибо шо и я на скажите что у вас на вашем у меня все то же самое как было до момента когда отключили сайты все на том же уровне понятно хорошо отлично но смотрите друзья эта новость чем хороша как я и говорил в своих видео и в нашем чате мы обсуждали то есть но некоторые говорили как роман василенко не хочет платить или нечем платить я приводил пример что даже если у романа василенко там 500 миллиардов евро и у него есть желание платить но если нет базы данных то непонятно кому сколько надо платить на данный момент получается что если в основном кроме видимо редких исключений люди попали в свои кабинеты и видят свои цифры которые были актуальны на момент исчезновения сайтов да это показатель того что база данных каким-то образом была раздобыта уж неважно каким то есть она есть и люди сейчас в свои кабинеты заходят а раз база данных раздобыта ну по всей видимости есть у романа василенко намерение что-то с этим делать конечно вы можете задать вопрос гарантирует ли это что вот мы там в ближайшие месяцы начнем что-то получать ну в мире инвестиций я часто повторяю ну пора забыть слово гарантии вообще в нашем нестабильном мире когда он тут на мировом уровне происходит глобальные тектонические сдвиги чуть ли не там разговоры про третью мировую и про применение ядерного оружия да на полном серьезе политики обсуждают что уж там говорить про какие-то компании вот но по крайней мере сам момент что спустя несколько месяцев появился вот этот кабинет да я согласен он примитивный но на самом деле и раньше сайт гермеса не сказать что был прямо сильно продвинутый да я хотя конечно не программист но в принципе в принципе свою задачу он выполнял хорошо я вижу чтобы как-то успокоить людей я так понял ты имеешь ввиду успокоить людей дать им возможность полюбоваться циферками да да но и есть такая вероятность но смотрите как еще раз возвращаемся к новостям о 27 июля пункт номер 2 там было как раз сказано что будет восстановлен сайт зеленый кабинет как там было написано и люди увидят свои вот эти цифры и фактически пункт 2 он выполнен вот а дальше идет пункт 3 то есть уже обеспечение вывода то есть если выполнен пункт 2 есть шансы на то что и пункт 3 собираются выполнять опять же работают еще люди да 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 то есть опять же это конечно ну не гарантия но как я уже высказывал свое мнение в принципе у романа василенко была возможность был шанс как бы уйти в туман слиться сказать а вот ребята вот меня объявили в розыск меня в россии разыскивают я заочно арестован все тут все на меня насели и так далее все у нас скам короче объявить скам и уйти в туман и все то есть ну такой это самый худший сценарий ну нет это понятно просто как бы как вы же прекрасно знаете как скамились в прошлом другие компании вон я по-моему приводил пример в одном из видео или в чате я просто приводил был проект one coin основательница женщины из болгарии ружи игнатова вот она должна была появиться на мероприятии в октябре 2017 года она не появилась и ушла в туман и с тех пор ее больше никто никогда не видел пять лет уже прошло все то есть в принципе ну конечно кто-то может сказать если сравнивать ружу игнатова и василенко то все-таки разные личности до василенко он 100 статусный человек он такой боец по нему видно что он не просто там и не опустит руки видно что он хочет все-таки побороться до конца исправить ситуацию окей да я уверен что все владельцы счетов если если эти обещания будут выполнены все только порадуются я думаю что никто не против так коллеги пожалуйста я вижу что сейчас добавилось еще больше людей позднее пожалуйста кто хочет сказать что-то о входе в свой кабинет гермеса у кого получилось попасть свой кабинет у кого не получилось пожалуйста включайте микрофон говорить не получилось попасть в кабинет пробовал с двух аккаунтов с аккаунтов жены из своего не получилось а николай что конкретно там ошибку выдает или что какие-то сообщения может быть есть что там никаких сообщений нету вообще то есть набираешь логин пароль вводишь войти и он просто перезагружать страницу я опять вылетает то есть остается опять пробелы в логине в пароле а vpn включали через телефончик можно я вот зашел через телефон до включал vpn бесполезно все тоже карт и надо еще раз логин и пароль и проверить я вот тоже там одну буковку просто пропустил да я ее не записал оказывается я сначала не вошел а потом ее ну как бы написал и вошел и надо проверять буллин и пароль а буковку в пароле ты имеешь ввиду в пароле до андрея в пароле да да странно я ее не записал но потом вижу что на одном аккаунте она есть на втором и действительно так и случилось хорошо татьяна что-то хотел добавить татьяна а я включала vpn и все буковки у меня правильные и войти мне так и не удалось просто сбрасывает значит смотрите мы для этого сейчас собственно и созвонились я специально и спрашиваю у кого получилось у кого не получилось чтобы ну понять потому что бывает так методом проб и ошибок все-таки это идти система бывают какие-то глюки особенно если система несколько месяцев была неработоспособная и там какими-то путями пришлось эту базу данных доставать вот и наши вот этот как как это сказать взаимный обмен опытом он может быть полезен то есть например кто то сейчас не может свой кабинет попасть а там методом проб и ошибок он найдет на подход как вот юрий сейчас поделился что он допустим в пароле забыл там какую-то букву вот кстати там насколько я понимаю пока еще функции восстановления пароля нету да или есть уже подскажите добрый вечер андрей да приветствую мне там это сергей с карганды привет уже сейчас только зашел вот ссылку в чат скинули что открылся новый кабинет точно вы в ст вбил и и пароль свой и по по выпаду зашло с казахстана но все нормально то есть ты зашел и цифры которые у тебя были вот на на момент исчезновения сайта все соответствует все соответствует два кабинета открылась сразу хорошо 100 тысячный кабинет и 10 тысяч ну отлично значит папу еще раз по поводу того у кого не получается значит будем в чате обмениваться опытом как ну как попробовать попасть в любом случае доступно 0 стоит андрей доступно 0 стоит и восстановить пароля пока нету функции такой ну понятно это как говорится начальный процесс понятное дело что они постепенно будут это все дорабатывать вот хорошо как говорится лиха беда начала да говорит андрей а вы сами сами заходили в гермира я попал тоже я попал да все соответствую да да у вас один кабинет до у меня два было и и два вас там поэтому коллеги просьба такая у кого например не получалось попасть в кабинеты но вы там поэкспериментировали и в итоге получилось попасть пишите пожалуйста в чате что вы сделали чтобы попасть в принципе я рекомендую обычно если например это не относится там гермесу или клайф из гуд бывало и раньше на некоторых сайтах что-то там не пропускала система я рекомендую во первых попробовать с разных браузеров то есть если например у вас браузер там google chrome попробуйте там на через за microsoft edge или mozilla firefox разные попробуйте я бы даже советовал наверное перепробуйте все брать браузеры какие сможете найти вот один момент и второй момент тоже попробуйте с vpn без vpn а из другого устройства то есть знаете за время работы в интернете каких только глюков не бывало то есть у меня пример даже приведу там допустим биткоин кошелек один и тот же абсолютно значит он у меня там есть веб-версия которая с сайта работает и есть приложение и вот с приложения пытаясь отправить биткоины не принимает ругается говорить неправильный кошелек с веб-версии тот же самый абсолютно кошелек просто вот с разных устройств значит с веб-версии все прекрасно отправляется ничего не ругается вот что за глюк непонятно поэтому уже ну в интернете пора привыкнуть бывает что вот что-то не срабатывает попробуйте перепробуйте разные браузеры разные устройства так ну может можете добавить что-то и наверное будем заканчивать я не планировал тут длинную беседу делать пожалуйста можете поделиться своими мыслями какими-то комментарией я надеюсь в браузере андрей браузеры вот иногда тоже меняю и действительно да получается с других браузер согласен да я бы тоже попробовал первым делом как вариант да 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 согласен да сергей говорим да я же акции взял том месяце на шесть с половиной юсдт с плечом у меня получилось 42 2 акции 42 акции по 320 акции были как думаете какую я прибыль получил с них без понятия 42 акции 6500 загнал юсдт так 200 290 долларов получил это в процентах сколько получается считал 2 где-то 2 процента да да много не не дали что-то писали 10 а касса 10 это с ростом акции за это время там акция по 345 стала но она ну а смотри а если брать рост акции там же в итоге прибыль то больше наверно получилось ты ну да я брал по 320 так когда акция стала а а 2 августа прибыль пришла я посмотрел 345 уже было акции ну вот так ты а посчитал ты посчитай прибыль которую тебе начислили за июль и плюс за счет роста акций сколько в итоге прибыль не подсчитывал за июль да я 15 закинул деньги а не в начале июля в середине получается нет нет посередине да да юизы закинул на 6 половина но вот сергей если а есть кто-нибудь кто вот заходил например до 1 июля то есть интересно было бы посмотреть хотя наверняка это у кого-то есть статистика как менялась цена на акцию вот на протяжении июля в начале июля сколько она стоила и сейчас а а ну в мае 257 же она стоила там все зашли на 17 долларов же на минимал да 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 еще раз повтори сколько сейчас стоит 340 с чем-то ну 345 было а сейчас я не слежу может уже 350 стоит понятно но я когда 15 июля покупал 320 было понятно из андре чем у меня получилось 42 акции до николай говорим но вы как думаете по поводу вот этого всего движения то ваш какая вот мысль что нас дальше ждет но как как я и сказал в предыдущих видео если они выполнят пункт 2 а именно предоставят людям доступ к кабинетам гермес и возможность увидеть свои цифры это хороший признак это значит что базу удалось достать уж не не важно как на что там роман василенко пошел чтобы ее достать заплатил кому-то или пальчиком погрозил и так далее это уже его проблема вот факт в том что базу достали а раз есть база значит в принципе технически они могут обеспечить и вывод понятное дело что кто-то сейчас может говорить что никакого вывода не будет это все отмазка для того чтобы просто ну скажем так протянуть время но с другой стороны если включить логику роман василенко мог прекрасно тянуть время и без всяких кабинетов смотрите пять месяцев у людей не было доступа к своим кабинетам гермеса правильно роман василенко да люди ругались люди бы не были недовольны я его критиковал своих видео и чё роман василенко от этого чё-то но он страдал как-то сильно ему ну без разницы он за границей ну да он объявлен в россии в розыск и что он там за границей находится и правоохранительные органы российские вряд ли его могут там достать понимаете то есть по большому счету для него ничего особо не поменялось ну ну живет он там за границей вот то есть если бы она он хотел ничего не делать он мог бы ничего не делать но вот они что-то сделали на мой взгляд в принципе в этом есть определенные позитивные сдвиги а уж что из этого получится ну посмотрим время покажет по крайней мере как я и говорил в предыдущих видео то что они выполнили пункт 2 дает основание надеяться что могут выполнить и пункт 3 а именно обеспечить вывод конечно не не сразу не все с лимитами но это будет знаете ли уже большое достижение что люди впервые там за полгода например смогут пусть даже какие-нибудь там несчастные 50 100 долларов но со своего счета вывести это будет круто я считаю по крайней мере если сталью до течение течение двух месяцев восстановится все да да то есть многие же лидеры жена нашла у меня сейчас речу извините перебью до куда она зашла короче через браузер chrome он все браузер блокирует так через браузер chrome и с маленькими буквами в ст с маленькими буквами большими не заходят вот видишь николай спасибо по полезную информацию дал маленькую букву из большой букв заходит из хром заходит из яндекс заходит но илья просто видишь у кого-то может не получается и поэтому тогда ребята экспериментируйте меняете разрядность букв пробуйте там с большими или с маленькими и так далее вот дека вот смотрите еще момент какой вот это вот лик создана была с акциями это получается сторонние люди создали под хайпом чтобы люди просто начали эти акции покупать я что-то не пойму для чего это был создан нет почему да нет говорят василенко это все детище василенко это же идет другое дело что я уже не один раз повторял моя ну моя претензия к самому василенко в чем что он весь такой загадочный шифруется все пять месяцев нет бы записал видео сказал ребята вот мы делаем параллельно мы занимаемся восстановлением компании гермес и параллельно сделали вот этот самый там лик лтд это мой проект заходите туда и так далее а тут видите все по-партизански там роман встречается ему надо было время выиграть андрей просто время а илья смысл для того чтобы не возникали такие вот вопросы которые вы сейчас задаете а вдруг это левые люди вдруг они к роману василенко отношения не имеют да если бы роман вышел и во всеуслышание объявил что это мой проект я его инициировал этих вопросов бы просто не было а он пять с половиной месяцев прячется а мы сейчас тут рассуждаем он это сделал или не он понимаешь вот вопрос чем ну так то да с одной стороны я думал все таки ну он свою личность не показывает как бы да не афиширует все таки тоже на этом какие-то есть причины я думаю юридически скорее всего не но то что вот кабинет вот восстанавливать час какие цифры появляются мне кажется вот финика же они скоманули же тогда жестко доронина закрыли и все на этом же все а тут какие движения тоже как-то это зачем им это на самом деле все было дело значит может надежда какая-то есть личный результат конечно есть принципе они могли из них хочет человек репутацию терять нет на самом деле проект руль чести военный вопрос во времени принципе не месяц не два не знаю моё мнение это к новому году потому что во первых недовольных много да все захотят естественно снятия даже но естественно быть лимитированы это не знаю миллион процентов даже по лимитам начнут срывать как бы уходить тут смотрите во первых у многих счета увеличены за счет кредитного плеча да то есть когда мы говорим что на счетах виста суммарно порядка двух миллиардов из этих двух миллиардов значительную часть составляет кредитное плечо то есть если например василенко в какой-то момент скажет ребята все кредитные там плечо надо погасить чтобы у вас на балансах остались только ваши собственные деньги уже эти суммы значительно уменьшатся там в два а может быть и там в три раза даже да потому что мы прекрасно знаем схему когда человек заводит три тысячи восемьсот там евро а ему эти три тысячи восемьсот через кредитное плечо увеличивается до десяти тысяч то есть в три раза а если кредитное плечо погасить сумма на балансе остается в три раза меньше вот то есть это один момент второй момент уже получается на новом сайте вот этот лик или как он сейчас называется united to live уже отработана неплохо схема ввода вывода через криптовалюту я бы даже сказал работает как часы четко через блокчейн видно как деньги вводятся и выводятся если эту же систему сейчас при старом сайт водилось и выводилось они же сделали это если сейчас на новом сайте они смогут я имею ввиду нас не на новом а вот на сайте гермеса который сейчас восстанавливает они а подключат такую же систему ввода вывода через крипту я думаю все будут только счастливы и рады потому что народ уже научился пользоваться криптовалютой usdt завел себе кошельки и так далее у крипты смотрите у крипты огромное преимущество по сравнению с теми системами что были раньше потому что раньше как вы помните вот вывод делался через банки а банки ребята капризные им надо чтобы все по договорам чтобы все официально платежная система адвокэш там была тоже ей подавай вот чтобы там все на основе договоров и так далее и чуть что им не нравится они там все мы с вами работать больше не будем и все и не работает вот вывода а у криптовалюты таких заморочек нет пожалуйста вон на новом сайте спокойненько там кто-то и там по 500 тысяч долларов перекидываются с одного кошелька на другой и так далее то есть любые суммы и никто никаких договоров не спрашивает то есть применение криптовалюты в этом плане более демократично то есть если роман василенко именно ну мыслит в этом направлении обеспечить ввод и вывод через крипту ну на мой взгляд это шаг вперед в правильном направлении конечно мыслит бывает еще и как бы в начале года через крипты да 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 по сути в начале этого года они начали в этом направлении двигаться пока не не случилось то что случилось так и есть да да и по поводу кстати вот эту сайта гермет который сейчас досылку все пользуются нет я думаю времени скорее всего я доведу уверен даже просто его будут потом как бы не знаю там переводить вот в этот новый лиговский сайт эти цифры а так я думаю это все это временно не будет 2 все равно посмотрим да потом сам факт что база данных есть с данными участников это уже шаг вперед а уж каким образом они там будут эти циферки и данные прикручивать это уже думаю программисты сообразят как это все сделать хорошо андрей подскажите а вывод ты вот только через минус работает или другие биржи там тоже подключены просто возможен вариант что примеру там на бинанс пожалуются и я так понимаю бинанс там такое такая бирже есть есть известный обменник best change точка ру или точка ком то есть это это даже не обменник best change точка ру это мониторинг обменников на котором собраны и данные по 400 обменникам я вот хоть я и зарегистрирован и верифицирован на бинансе мне больше нравится пользоваться best change почему потому что туда заходишь и там на бинансе курс только один тот курс который устанавливает бинанс а на best change ты сравниваешь курсы сразу 400 обменников и можно найти самый выгодный на данный момент то есть если надо обменять и рубли на юсдт или наоборот юсдт на рубли захожу и сравниваю вот поэтому ну можно пользоваться бинансом никаких проблем нет можно пользоваться другими обменниками то есть вывод юсдт там например взял спокойно вывел юсдт там либо на бинанс либо на бассейн да 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 к этому нет проблем нет или как он там называется а есть смотрите есть когда вы юсдт выводите на биржу действительно биржа ну как сказать это это биржа то есть с ней что-то может произойти то есть ну там бывали случаи хакеры взламывали целый биржа а есть кошельки в виде приложения которые можно установить по-моему траст валит работает с юсдт я пользуюсь кошельком тронлинк мне в принципе нравится я могу в чате ссылку он бесплатный значит можно пользоваться им хорошо коллеги я не хотел просто сильно долго затягивать есть у кого-то что-то добавить будем заказал я тоже андрей зашел я в свой кабинет с другого телефон ну вот поздравляю поздравляю все зашел ну короче там только баланс информации все больше ничего не можешь сделать про пока да с учетом того что люди с даже своих балансов пять месяцев не видели это уже неплохое достижение ну вот видите еще раз николай что сделал что попасть просто другой браузер использовал 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 другое устройство другой телефон браузер и с маленькой буквы вст с маленькой и пароль у меня тоже был некорректно видимо написан тоже с маленькой буквы заходил ну вот ребята у кого не получается пробуйте разные устройства разные браузеры экспериментируйте с паролем возможно часто бывает когда человек по памяти пароль вводит до бывает там пол как-никак пять месяцев прошло может быть подзабыл какой-то там символ забывает добавить и так далее хорошо коллеги в общем ну поздравляю всех кто попал уже в свои кабинеты видят свои циферки понятное дело что пока это только циферки ну а уж как там будет с выводом время покажет ребят ребят здравствуйте да очень большое за прямой эфир подскажите пожалуйста а можете просто продублировать в эту группу ссылку на этот сайт потому что я пробую зайти через мак у меня не получается может быть я что-то с цифрами как-то что-то как-то с муквами просто дайте пожалуйста ссылку я через телеграм зайду а вот телеграм чате уже несколько раз выкладывали гермес recovery . info я я вот сбросил еще раз да а давайте спасибо большое за эфир спасибо большое хорошо всем хорошего вечера всем пока следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить добавляйтесь наш телеграм-чат ссылку на него вы можете видеть в описании к видео с вами на связи был андрей жариков всего доброго global star club возможности безграничны